О чем я хотел бы с вами поговорить? Я хотел предложить посмотреть два вот видеоклипа, потому что... Будь здоров. Потому что тема такая, что трудно без видеоклипов... Кинематограф требует кино. Сначала у нас будет кино, а потом домино у нас будет. Но сначала кино. Сначала будет видеоклип на английском языке, и я зачитаю его перевод после этого, то, что там говорится. Сначала попробуйте насладиться тем, что происходит. Качество не очень хорошего видеоклипа, но общую идею его уловить. И для меня вот этот видеофрагмент, хотя это нелогично, конечно, неправильно говорить, это не систематическое такое отношение к творчеству Дэвида Линча, но это ключевой момент для меня, как ключик, из которого можно раскрыть понимание вообще всего творчества Линча. О втором фрагменте я чуть позже скажу. Сейчас. Ну, это Твин Пикс, это отрывок из Твин Пикса. Здесь мы видим Майора Брикса, персонаж из первых двух сезонов Твин Пикса. К сожалению, актер, который играл Майора Брикса, умер. И в третьем сезоне долгожданного возвращения было Твин Пикса на киноэкране, 25 лет спустя, участвует только тело Майора Брикса, без головы, без этого актера. И дело здесь происходит в столовой или в кафетерии, где вот многие вещи вершатся вот в этом Твин Пиксе. И заходит туда сын Майора Брикса. И этот сын вот на протяжении первых двух сезонов, это такой делингвентный подросток, который участвует в каких-то преступных делишках. И вот этот важный контекст, для того, чтобы понять, что будет происходить в этом видеоролике, когда я это увидел, смотря, просматривая Твин Пикс, по-моему, это второй сезон, но я точно потом посмотрю. Меня очень впечатлило и показалось, что это ключевой момент для Твин Пикса всего. Точнее, для Дэвида Линча и того, что являлось. Хотя Твин Пикс, он создан Дэвидом Линчем вместе с Марком Фростом. То есть Марк Фрост, он тоже участвовал в этом. Ну и, собственно, от слов к делу. Пикса. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Здесь есть перевод, я его зачитаю по-русски Вы можете читать по-английски еще раз, если это видно, просьбы видно Ну тут с краев, я думаю, можно будет восстановить Боби, могу ли я с тобой кое-чем поделиться? Прошлой ночью мне пришло видение Это отличается от осна, который просто представляет собой сортировку и эктологизирование под сознанием событий дня Здесь же было видение, свежее и ясное, как горный ручей Разум, явивший себя самому себе В своем видении я был на веранде огромного имения, дворца фантастических пропорций Казалось, что из него излучается свет Изнутри этого мерцающего, лучезарного мрамора Я знал это место и ранее На самом деле я родился там и вырос И это было моим первым возвращением туда Возвращением к глубочайшим истокам моего бытия Блуждая по поместью, я с радостью заметил, что дом поддерживался в безупречном состоянии К нему добавили несколько дополнительных комнат, но таким образом, которые бесшовно сливают их с первоначальной конструкцией Никто никогда бы не заметил какого-либо отличия Когда я вернулся в большое фойе здания, то раздался стук в дверь Там стоял мой сын Он был счастлив и беспечен Очевидно, проживая жизнь в глубочайшей гармонии и радости Мы обнялись То были теплые и любящие объятия Ничто не было удержано за пазухой В тот момент мы были одним Мое видение завершилось Я проснулся с чувством колоссального оптимизма и уверенности в тебе и в твоем будущем Это было мое видение о тебе Я так рад, что у меня есть эта возможность разделить его с тобой Я ничего тебе не желаю, кроме всего самого лучшего во всем Ну и в третьем сезоне этот герой Бобби, он возвращается Не буду рассказывать какие-то сюжеты Но то, что мы ждали много лет с момента второго сезона Который закончился в 92-м году Оно случилось И судьба Бобби, она действительно оказалась гораздо светлее Чем это казалось, что с ним будет по событиям этого сериала Первых двух его сезонов И прежде чем мы будем возвращаться, может быть, к какому-то анализу этого отрывка Если вообще мы будем это делать Я бы хотел обратиться ко второму кинохудожнику И я не стал брать какой-то отдельный отрывок Я просто взял трейлер из реконструированного его кинопроизведения Андрей Рублев, который в Англии была у премьера вот в этом августе Если я не ошибаюсь Первый раз показали специально? Ну, не первый раз, а именно реконструированный А отрывок А отрывок Ну... 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 Все одно народное твердит, все улетит. Не долго так еще было. И слушай, что же такое делается? Все летние наши и зло человеческой публика идут. Ох, праздник, перкодиски. Продолжение следует... Похоже... Похоже, похоже, похоже... Похоже, похоже. Поехали. Поехали. То, что объединяет Андрея Тарковского с Дэвидом Линчем, ну, помимо кое-чего еще, что я скажу чуть позже, но на поверхности, то, что оба режиссера имели какое-то соприкосновение с трансцендентальной медитацией. То есть это известное на Западе и по всему миру направление медитации, которое, возможно, одно из наиболее исследованных. Это были первые исследования влияния медитации над человеком. Оно обрело распространение благодаря Битлз, когда Битлз ездили к Махаришу в его ашрам в Индии, знаменитая ситуация. И хотя знакомство Тарковского с этой медитацией было скорее поверхностным, если можно судить, то есть по его дневникам, знакомство Дэвида Линча с трансцендентальной медитацией изменило всю его жизнь. И здесь эта трансцендентальная медитация меня интересует не с точки зрения самого этого метода, потому что мы, как трансперсональные исследователи, психологи, знаем, что есть целое многообразие различных методов медитации, практики осознанности. Но сам факт, что оба режиссера черпают вдохновение и свои интенции, и зерна своих фильмов и видений в глубоких состояниях сознания, он становится очевидным, когда изучаете литературу, и какие-то интервью, и информацию по поводу их творчества. У Дэвида Линча есть замечательная книга «How to catch a big fish. Как поймать крупную рыбу или большую рыбу». И также он читал ее в виде аудиокниге, которую я рекомендую на английском языке. Дэвид Линч сам зачитывает. И там он описывает влияние медитации и погружение в глубокие состояния сознания на процесс его творчества. Он погружается в глубокую медитацию, отпускает какие-то свои озабоченности вот этим грубым миром, его сознание становится все более и более успокоенным, и он выходит на переживание океане, то, что называют «ocean of consciousness» или «ocean of awareness», то есть океан сознания. И если он долго как рыбак высиживает в этом состоянии, к нему начинает из этого глубинного переживания являться какая-то идея. И он описывает процесс как ловлю крупной рыбы, то есть все его фильмы, все его вот эти замечательные работы были рождены таким образом. У Андрея Тарковского немножко иная, наверное, парадигма. Если, опять же, ознакомливаться с тем, как он описывает процесс его творчества в мартирологии, вот в своем дневнике. Да, он практиковал медитацию. Да, он читал Карлоса Кастанеду и был восхищен самой идеей существования Дуна Хуана и иной реальности. Но вот тот тезис, который я вот здесь в этом выступлении хотел бы подчеркнуть, это то, что Тарковский, как визионер трансперсонального толка, он одарен изначально, ну, благодаря тому, какой он семье родился, какой у него отец, какие-то другие совокупности, факторы. Тем, что называют зачарованность реальностью. И Дэвид Линч также, хотя он описывает глубокое влияние, которое на него оказывает трансцендентальная медитация, как конкретный метод. На мой взгляд, этот метод просто ему позволяет прикоснуться вот с этой реальностью глубокой, которая открывается в измененных медитативных состояниях сознания. И он тоже является зачарованным реальностью. Работа художника и кинохудожника, она состоит не в том, чтобы рассказать о своем опыте какой-то там иной реальности или какой-то истины. Она состоит, если он реальный художник, посредством художественного метода вызвать у зрителя, как соучастника вот этого шедевра, ну, этого произведения, переживания реальности. Через трансляцию образов, мыслей, лингвистику измененных в состоянии сознания, лингвистику сновидческих измерений каких-то, о которых Дэвид Линч напрямую говорит и о которых Тарковский также говорит. И если смотреть такие произведения, например, как «Внутренняя империя», который я сам пересматривал, трехчасовой фильм, я его пересматриваю более 12 раз, всякий раз, находя что-то новое, потому что он реализован из нерационального сознания. Когда Линча спрашивает, дайте какую-то подсказку ключевую к этому фильму, как его смотреть, он немножко перефразирует у Панишада и цитирует. «Мы подобны пауку, который ткет свою паутину, паутину восприятия и реальности». И если вы пытаетесь понять его фильмы многие, в том числе «Внутренняя империя», как такое вот его пик творчества, она подстанет, например, на 2006 год, ну и, наверное, на сегодняшний день тоже. Ну и даже тот же «Твинпикс», и вы пытаетесь умом осмыслить каким-то, исходя из концепции грубого состояния сознания, то вот обыденная ума, транс-обыденная жизнь, то вы терпите поражение. Это поражение, видимо, является самым большим подарком, который вы можете получить из этих фильмов, в том числе и у Тарковского то же самое, когда они вместе со Сталкером идут в зону, в зону неведомого, того, что, может быть, Кастанеда назвал бы нагвалем. Уже к тому времени, если я не ошибаюсь, Тарковский был знаком с идеями Кастанеды, был знаком с идеями медитацией, практиками, и он штудировал очень глубоко русскую философию, русскую христианскую философию. С точки зрения... Я обещал, что это будет с точки зрения в свете интегрального видения. Кин Уилбер, американский философ, предлагает очень интересную и, наверное, точную, обобщающую систему координат, карту различных состояний сознания и уровней сознания на основе обобщения десятков различных традиций сверсательных, духовных и психологических школ также Запада и Востока. И он описывает так называемые горизонтальные состояния стадии развертывания присутствия или медитации, или духовного опыта. То, что состояние постепенно погружается, разотождествляется от грубого, обыденного состояния, ограниченного физическими какими-то представлениями, концепциями дуальности, переходит в нечто схожее с состоянием сновидения или грезоподобными состояниями. То, что Уилбер обобщает как тонкие состояния сознания, тонкая сфера. И именно эта сфера, которая является в этом видении света. Но Линч, например, как и Тарковский, они не останавливаются на простых имагинациях и погружениях в образные ряды, что нас эти сновидения, они толкают туда и сюда, и мы являемся рабами, опутанными вот этой паутиной всех этих образов. То, что они очень прямолинейно, эксплицитно пытаются передать, и то, что передает, например, посредством своего художественного метода, выдающийся, ну, вернее, по современным меркам, довольно известный и международно востребованный драматург Иван Горупаев, также режиссер театра и кино, это использование художественного метода для разотождествления от нашего мира описания. То, что Карлос постоянно называл миром тоналя или описания, то, что в других традициях может быть называть дуалистическим двойственным разумом, умом. И посредством его художественного метода, который и в случае Тарковского, более художественной, наверное, в мире, и в случае Линча, более такой прямолинейной, психоактивной в мире, хотя оба режиссера психоактивные, они создают маяки для трансляции вот этого разотождествления от привязанности к узким смыслам умственным, концептуальным, к каким-то попыткам увязаться в когерентную картину. И через это они открывают доступ к тому, что выбор описывает, когда вы погружаетесь в состояние медитации, во всех традициях это происходит. Некоторые традиции останавливаются где-то, но в принципе самые вот такие глубокие выдающиеся системы медитации, буддийской, индийской и христианско-созерцательной, они приводят к этому опыту. Идет погружение в то, что соответствует измерению глубокого сна без сновидений, когда все миропроявление исчезает, остается только бесконечно ширещееся пространство и тончайшее ощущение присутствия, ну формально медитации, когда вы это делаете, или когда вы реализуете эти состояния в повседневной жизни. И на этом есть возможность разотребствоваться от этого тончайшей самости и я, и перейти к тому, что в индийских традициях называется Тури, или четвертым состоянием, то, что выбор так красочно в своих медитациях, которые он дает каждой книге, пытается настроить, называет свидетельствующим сознаванием. И то, что в буддийских традициях можно называть неконцептуальным сознанием. И сознанием, которое распознает единство пустоты и формы. И то, что вся форма являет себя, просвечивает из пустоты. И вот это видение мы видим лицезреем Тарковского, например, в фильме «Зеркало», или в «Солярисе», или в «Сталкере», когда он показывает, как ветер, дуновение вот этого ветра на гвале, играет листьями, травинками и как будто бы из ничего. То есть Тарковский в этом смысле показывает душу мира из даже не антропологического измерения, из нечеловеческого, казалось бы. То есть весь мир сияет вот этой тайной, которую, как Василий Васильевич Налимов говорил, нам не дано и не нужно разгадывать, а мы можем лишь углублять. И та же самая тайна, поэтому я считаю, что эти два режиссера объединены единым каким-то принципом, она сквозит во всех произведениях Линча, во всех его зрелых произведениях. То, что вот в этом видении света, который майор Брикс рассказывает Бобе, он описывает дворец фантастической пропорции, из которого излучается свет. Свет, некий самосущий свет, обладающий какими-то постоянными характеристиками. Безупречное состояние, возвращение к глубочайшим истокам моего бытия. И я считаю, что и Тарковский, и Линч, но особенно, на мой взгляд, Тарковский идут еще дальше вот этого свидетеля. И вы можете видеть, как, например, в сцене Сталкера, когда они готовы войти в комнату, ну, еще не готовы, но не готовятся. И там вот эта длинная панорама дождя. О том, что ум и голова отлетают, и возникает тот опыт, который Дуглас Харнинг описывает, как метафора недвойственного опыта, и Кен Уилбер тоже обращается к этой идее. Опыт без головы. То есть свидетель растворяется в лицезримом, и все начинает самопроявляться. У Линча больше психологических моментов. Вернее, никак нельзя так сказать, что больше психологических моментов, но он конструирует это высвобождение и спут эмоционального опыта. Он играет на вот этих взлетах и падениях, на сопоставлении противопоставлений мрака и света, блаженства и потерянности, как, например, у шизофренического состояния вот этого сознания Лоры Палмер из Твин Пикса, труп которой находят самые первые серии и пытаются разгадать эту тайну, откуда он здесь появился и что это такое. И на протяжении последующих сезонов раскрывается вот эта запутанность души в мирах формы, и то, что Линч пытается передать эту космологию блуждания по лабиринту Сансара, вот это ухождение по кругу. И, конечно же, повлиял на Линча и на Твин Пикс Марк Фрост, который увлекается теософскими концепциями, то есть там это сильное влияние. Так что здесь не только лишь леча в творчестве одного человека, но Линч, он авторитарный достаточно режиссер, как любой, наверное, великий режиссер. То же самое можно сказать о Тарковском. И описываются их трансовые состояния. У Линча это очевидно, потому что мы можем смотреть его интервью какие-то, его объяснения. Но и у Тарковского тоже очевидно из его дневников, и то, как его описывают, как он работал на съемочной площадке. Когда он говорит сценаристу, например, Стругацкому, одному из братьев Стругацких, о том, что ну блин, да работает этого героя, он должен быть, он не таким должен быть. Да каким он должен быть, спрашивает Стругацкий. Не знаю, ты же сценарист, ты скажи, ты напиши. То есть он пользуется каким-то внутренне, приходит к нему вибрация идеи, и он пытается реализовать социальным способом, через построение киношедевра, и любое кино снимается целой деревней, и при этом есть какой-то художник, которому мы по праву приписываем авторство. Но кто является этим художником в случае Тарковского и Дэвида Линча? Ты знаешь, кто их избрал в качестве канала? Это я подвешиваю вам, как дзенский куан. И, наконец, последнее, что я хотел бы сказать, добавить к миру тоналя. Я перекидывался некоторыми сообщениями с интересным исследователем из Калифорнии, Марком Алан Каплан. Он один из немногих, кто развивает интегральную парадигму кинематографа. Вот так и развивает интегральный подход к кинематографу. И он, я его попросил проанализировать, когда у него будет возможность, фильмы Линча и Тарковского. И у него есть специальная методология, и он относит явным образом, что Линч берет то, что называет Вилбер плюралистической высотой, постмодернистской, как минимум. То есть там у него сложно, но плюралистический уровень он написывает. И очень глубокие причины, тонкие причины недвойственного состояния с его точки зрения. Тарковский, более сложный для него феномен. Он улавливает элементы плюралистические, интегральные и явно трансперсональные. Ну и у Линча тоже он написывает трансперсональный элемент. Трансперсональный с точки зрения именно структур сознания, не только лишь состояний. И также это причинные состояния сознания и недвойственные состояния сознания у Тарковского. Вот, я вам благодарен, спасибо большое. Спасибо за вопросы, прекрасно, по-нарому, за то, что ты делал субтитры. Вопрос можно? Единственный вопрос, потому что потом ты будешь... Спасибо. У нас время, да, пожалуйста. Евгений, в трансперсональной теории обычно говорится одна из главных признаков изменения сознания, океани кфилинг, океаническое чувство. Значит, для вас это чувство, это когнитивное или это эмоциональное? Ну, океаник филинг, я думаю, что когда говорят некое психоэмоциональное расширение, то есть есть когнитивный компонент, как правило, в недвойственных состояниях, то есть некий аспект пустотности, то есть всепронизывающее пространство. Но вот аффективный аспект, это вот это чувство океанического растворения и часто сопровождается любви. То есть под океаническим чувством бывает разное, описывают, но если брать вот такую вот парадигму, где и присутствует не дуальность, то вот эти два аспекта, они в этом участвуют, на мой взгляд. И это также участвует в православном мистицизме. Если мы берем книгу Минина, по-моему, называется «Мистика» или «Мистицизмом» называется, он там описывает, что в исихазме, например, развивается постижение когнитивного компонента, то есть мудрости, то, что мы могли бы назвать мудрости, и сердечного, это испытывание аффекта. Спасибо, спасибо. Дим, теперь твой черед. Я могу сейчас после запустить? Как? После, да. Или только о том, если. Вы мне не поможете, Северно? Помогу. У нас следующий докладчик, доктор наук, филологических наук, по-моему, да, Дима? Дмитрий Леонидович Спивак, институт Бехтеревой. Дмитрий Леонидович известен широко в нашей стране как специалист по лингвистике, измененных в состоянии сознания. И также как полиглот, у него есть книжка, как стать полиглотом, кто не читал, познакомьтесь. Ну а также как эксперт по реальной истории Петербурга, то есть мистическому Петербургу. Есть двухтомник, у Димы написан на эту тему. Но на нашей конференции, наверное, он наиболее уместен как серьезный исследователь различных тем, связанных со знанием и его состояниями. И сегодня Дмитрий расскажет нам о звуковых технологиях личностного и надличностного роста в аспекте, очень актуальном для большинства людей, в аспекте долгожительства. То есть может ли звук продлить жизнь или нет? Дим, я потом посмотрю, но в записи, а сейчас я должен идти, к сожалению, на свой круглый стол. Есть англоязычные люди еще. Есть кто-то, кто нужен трансляцию, кроме вас? Нет, мы можем продолжать. В то же время.